В этом ключе вопрос по реформе, который сейчас происходит в ряде властей Украины. Как вы оцениваете эту реформу? Я думаю, в любом случае, видите и в новостях, и, наверное, так, по беседах с, возможно, коллегами из тех областей, где это проходит. Есть ли перспектива этой реформы? Нужна ли она в таком виде? Вот ваше мнение. Давайте скажем так, милиция однозначно должна меняться. И руководство МВД это понимает. Собственно говоря, поэтому и был приглашен человек со стороны, для того, чтобы посмотреть, да, реально-реально. Не тот, который взращен с системой, да. Все изменения, ну, хуже никогда не становится, если изменения идут именно и связаны с тем, что цель основная, да, помогать людям. Абсолютно правильный лозунг «служить и защищать», он, по-моему, еще в детстве, я помню, фильмы даже про американских полицейских, там писалось. «To soften and protect». Да, вот оттуда он. Обучать надо, обучать культуре общения надо милиционеров однозначно, тем более тех, которые на улицах ведут себя, да. Обучать боевой, физической подготовке необходимо. Зарплату им достойную платить, как декларируется на данный момент, тоже надо. Может быть, тогда действительно не будут тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас. А самая основная проблема – это уровень доверия. То есть, население по-прежнему, скажем так, не доверяет работникам милиции и работникам милиции, которые на улицах. Хотя за помощью, конечно, обращаются. При этом хорошая сторона медали, она абсолютно не видна, либо она всегда остается за кадром, потому что где-то мы сами показать ее не можем, где-то это неинтересно, это не так читается, как то, что плохое, говорят о милиции. Поэтому я считаю, что любая реформа, если направлена на улучшение материально-технического обеспечения органов внутренних дел, это новые автомобили, это заправки, это зарплаты и так далее. С одной стороны, и с другой стороны, на воспитание в них уважения к собственному населению, этика и культура поведения, собственно, профессионалы. То есть, им не надо знать Уголовный процессуальный кодекс, им надо знать закон Украины о милиции или о полиции будущей, если он будет. Им надо знать ряд статей, которые касаются уличных преступлений, им надо знать, как обезвредить бандита. Все, это его задача. Захочет дальше расти, будет учиться. А желательно, чтобы приказы министра о той самой этике, поведении и так далее? Ну, соответственно, да. Хотя, я же еще раз говорю, для меня, допустим, кто бы что ни говорил, но, видя наших ППСников в деле, когда наряд батальона патрульной службы в количестве трех человек приезжает на пьяную разборку возле кабака, где 10 человек дерутся пьяных, и они бесстрашно вмешиваются, разбираются, тащат, кого-то задерживают, доставляют в райотдел самых буйных, рьяных, рапорта пишут и так далее. То есть, они плотят плоти вот этой. И, представляете, культурный, воспитанный человек просит, прекратите, как отреагирует наше население. Поэтому здесь очень важно, чтобы был этот симбиоз. То есть, люди должны быть действительно физически подготовлены по-настоящему. И при этом уважительно и культурно относиться к гражданину вне зависимости от его социального статуса. Поэтому я думаю, что в нем есть будущее. Главное, не растерять тех навыков, которые были приобретены, того лучшего, что есть сейчас, и привнести то, что сейчас хотят в виде реформы привнести. В рамках реформы, в принципе, и в тех переменах, которые происходят в стране, была объявлена так называемая иллюстрация очищения власти. Вы проходили уже эту проверку? Проходите или будете проходить? Я, как начальник городского управления, попал во вторую волну иллюстрации и подал документы, если мне не изменяет память, до 1 апреля, я, по-моему, писал 28 или 26 документы о том, что я согласен на проведение иллюстрации и подавал свою декларацию. И, соответственно, сейчас в течение двух месяцев проводится проверка, о которой меня уведомили. Результат? Ну, конечно. Не боитесь? Почему не бояться? Поиск, 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 поиск. Я всегда служил, поэтому скажут о том, что не прошел иллюстрационную проверку, если действительно будет то, что против которого крыть нечем, собственно, вопросов нет, пойдем в сельское хозяйство или в народное. Если посчитает иллюстрационная комиссия и самое главное население, что я нужен и буду служить, значит, буду служить. Ну, а как вы считаете, почему еще такая проверка? Получается, идет о том, что проверяют люди, которые... Да, сейчас многие оспадивают вообще сам этот закон, и оппозиционеры в данной власти, в принципе, многие чиновники, либо в полуарах, либо в т.д. Понимаете, я опять хочу вернуться к Сычеву, Олегу Владимировичу. Вот там же в законе иллюстрации есть, принимал ли участие в мероприятиях, связанных с нарушением права и свободы и т.д. То есть, с одной стороны, ему можно уменить, что вот он же руководил, там, где вроде как тиснение было, или раздвигали для того, чтобы зашел Никонов и все остальные. Да, с одной стороны, с другой стороны, скажем так, каковы последствия, да, то есть, были ли какие-либо общественно опасные последствия в результате действий вот этого данного милиционера. А теперь возьмем опыт Сычев, который 15 лет на площадях, да, и он при всех властях, он везде охраняет общественный порядок, его знают все абсолютно, и правые, и левые, понимаете, и он обеспечил столько раз общественный порядок, сколько никто не обеспечил. Сейчас можно убрать его, вопросов нет. Если такое решение будет принято, человек либо уйдет на пенсию, либо в отставку, либо уволят из ора на внутреннее дело и т.д. А где мы возьмем человека с опытом работы, который будет охранять общественный порядок? Ну, в частности, в данном царе. Где? Нигде. Собственно говоря, я считаю, что просто не должно быть огульного подхода, нельзя всех под одну гребенку. То есть каждому человеку надо придавить что-то конкретное. То есть сказать, вот ты вот здесь, вот здесь, и вот здесь не прав. Я разговаривал с одним человеком, который попал под иллюстрацию. Моим бывшим коллегой, черноморцем, Олегом Леонидовичем. Он мне конкретно говорит, вопросов нет. Если бы меня вызвали и сказали, ты вот тут, вот тут и вот тут не прав, ты вот тут и вот тут шел против народа, вот здесь ты не достоин быть. Я бы согласился, опустил бы голову и ушел. Он говорит, я не прав только в том, что я полтора года, извините, меня проработал заместителем начальника УВД по криминальной милиции, раскрывал разбой, рабежи, преступления, в том числе валютчиков при нем раскрывали. Вот и все. Поэтому, мне кажется, вот этот момент, почему и в Венецианскую комиссию обратились и так далее. Безусловно, очищение, как говорят, оно необходимо. Безусловно, проверка необходима, в том числе, если надо, ежегодно. Да, в том числе, общественная проверка необходима, но при этом, при всем должен быть элемент справедливости. То есть и персональной ответственности. Ну, потому что коллективная ответственность, она, собственно говоря, порождает несправедливость. В этом случае я все-таки надеюсь на то, что иллюстрационный процесс именно будет справедливым.